Несмотря на все предпринятые в нашей стране меры по нераспространению пандемии, все же увеличивается число инфицированных COVID-19. Причина в том, что люди неправильно воспринимают смягчение карантинных мер, пренебрегают советами медицинских работников, проводят дома массовые мероприятия, не соблюдают социальную дистанцию. С реальными фактами далее. Одно из учреждений общественного питания в Учтепинском районе столицы. На ваших экранах граждане, не придерживающиеся установленной социальной дистанции, при том, некоторые из них даже без масок. Странно, что обслуживающий персонал также небрежно отнесся к этому факту. Равнодушие безразличие к людям, событиям, отсутствие заботы о других. Его последствия могут быть печальными. В то время, когда специалисты твердят, что ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции являются важными мерами по предотвращению распространения инфекции, и, к сожалению, всё чаще выявляются случаи их несоблюдения. Факты на ваших экранах. А это уже другое заведение общественного питания, также расположенное на территории Учтепинского района. Мы стали свидетелями того, что здесь полностью соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. С 15 июня мы возобновили свою деятельность. Конечно, смягчение карантинных мер не означает, что распространение инфекции полностью предотвращено. Мы все должны строго придерживаться этих правил и заботиться о здоровье клиентов. Нарушением карантинных правил является и то, что в некоторых салонах красоты клиенты обслуживаются без защитных перчаток. При такой безответственном поведении мастер увеличивает риск заражения инфекцией как клиента, так и самого себя. Фархадский рынок. На входе измеряется температура тела покупателей, проходящих через дезинфекционный тоннель. Их руки обеззараживаются антисептическими средствами. Прилавки ограждены целлофановой пленкой. И это снижает риск заражения во время общения между продавцом и покупателем. Все в медицинских масках. Здесь тоже свои требования. Постоянно наши сотрудники здесь с утра до вечера проводят свои профилактические мероприятия. Каждый раз мы объясняем, что должен каждый человек себя защищать от этого заболевания и также защищать окружающих. Но несмотря на это, у нас многие предприниматели, как бы мы им не объясняли, как бы мы им не твердили об этом, они все равно нарушают. В течение недели мы проверили 12 аптек. Три у нас были общепиты и одна клиника. Да, карантинные меры смягчены. Однако это не означает, что борьба с коронавирусом остановилась. Только строгое соблюдение правил карантина поможет нам победить невидимого врага. Не нужно забывать, что одинаково ответственными являются не только компетентные службы, но и каждый из нас, ведь только совместными усилиями можно скорее вернуться в прежний образ жизни. Поскольку Кашкадаринская область вошла в зеленую категорию, правила карантина в регионе были смягчены. Однако за последние пять дней наблюдались случаи заражения данной инфекцией. В частности, за последний день число зараженных коронавирусом достигло 104 человек. Постепенное ослабление карантинных правил не означает, что опасный вирус отступил или предпринятые меры вовсе отменены. С 15 июня было разрешено возобновить деятельность рынкам и местам общественного питания. Однако, изучив ситуацию на местах, наша съемочная группа выявила ряд нарушений карантинных требований. Каждый должен относиться к пандемии серьезнее, соблюдать все необходимые нормы предосторожности.